Как вы уже заметили, Julia очень красивый и элегантный язык, при этом он еще и очень быстрый. Поэтому он идеально подходит для создания различных симуляционных моделей и решения задач математической оптимизации. Давайте не будем медлить и побыстрее рассмотрим несколько примеров. Одним из самых популярных пакетов для решения задач математической оптимизации является Jump. Данный пакет использует различные варианты солверов. Вы можете ознакомиться с полным списком и возможностями каждого в документации. Конечно, среди представленных солверов можно найти и бесплатные, и платные, такие как Гороби, Сиплекс или Гамс. Но сегодня мы будем использовать GLPK. Это солвер, который написан на C и используется для решения задач линейного программирования и целочисленного программирования. А также мы будем использовать солвер SCS, использующийся для решения задач методом сопряженных конусов, которые, конечно же, являются бесплатными. Установите пакет Jump и солверы, если они у вас еще не установлены. В качестве примера для решения задач линейного программирования мы попробуем решить простейшую задачку. Представьте, что мы решили открыть кофейню, которая делает два вида кофе. Раф кофе за 400 рублей и капучино за 300. Чтобы сварить одну чашку Раф кофе, нам необходимо 40 грамм зерен, 140 грамм молока и 5 грамм ванильного сахара. А для того, чтобы получить одну чашку капучино, нужно потратить 30 грамм зерен, 120 грамм молока и при этом на складе у нас есть 500 грамм зерен, 2 литра молока и 40 грамм ванильного сахара. Необходимо найти план для варки кофе, обеспечивающий максимальную выручку от их реализации, учитывая, что нам не важно мнение покупателей. При этом главное – потратить весь ванильный сахар. Импортируем пакет Jump и, собственно, солвер GLPK. Jump позволяет создавать индексированные массивы с помощью метода containers. В первом нашем контейнере мы укажем цену на наши напитки. Соответственно, это вектор, где каждый элемент является ценой и назовем его cost. Кроме этого, мы должны указать рецепты. Мы также создадим контейнер, который представляет из себя матрицу, строки из которых соответствуют напиткам, а столбцы – ингредиентам. При этом мы знаем, что у каждого нашего ингредиента есть ограничения. Поэтому мы создадим еще контейнер с нашими ограничениями, где, собственно, строками являются ингредиенты, а столбцы – это ограничения. При этом мы помним про условие, что мы должны потратить весь ванильный сахар, поэтому в качестве минимального условия мы для ванильного сахара и максимального укажем цифру 40. Собственно, значение остатка на нашем складе. После этого мы можем назначить солвер и создать на его основе модель. Модель создается в GLPK с помощью метода Optimizer и метода ModelIsJump. Так как мы решаем задачу линейного программирования, мы должны создать переменные ограничения. Поэтому в план Ingredients мы будем складывать план по затраченным ресурсам, а в план непосредственно тот сам план варки, который мы с вами ищем. Это делается с помощью макроса Variables, в котором мы указываем непосредственно наши переменные, которые должны соответствовать условию, указанному в этом макросе. Как видите, модель в макросе мы также указываем. План варки и страчные ресурсы должны учитывать ограничения в виде соответствия рецептуры. Поэтому мы зададим также ограничения с помощью макроса Constraint. В качестве целевой функции мы будем использовать максимизацию выручки. Поэтому с помощью макроса Objective мы укажем нашу модель, способ оптимизации нашей целевой функции и, собственно, зададим саму целевую функцию. Это сумма произведения цены на наш оптимальный план. Метод Optimize, собственно, запускает поиск оптимального решения. Воспользуемся им и заодно выведем статус расчета нашей модели. Спустя какое-то время Solver найдет решение и выведет нам статус Optimal. Это означает, что он нашел оптимальное решение. Давайте выведем оптимальный план, который нашел Solver. Это, собственно, 8 рав кофе и 6 капучино. Также мы можем из обученной модели найти наш ингредиент. Это, конечно же, не обученный, а из модели, которая нашла оптимальное решение. И, собственно, мы можем вывести тот план по ингредиентам, который мы собираемся потратить на варку нашего кофе. Следующим этапом мы должны рассмотреть задачи выпуклой оптимизации. Для решения задачи выпуклой оптимизации мы будем использовать пакет Convex, созданный специально для этого и который, собственно, поддерживает Discipline Convex Programming, о котором вы можете почитать или вы, наверняка, уже знаете о нем. Рассмотрим пример из документации. Мы минимизируем функцию, указанную в ноутбуке. И, собственно, накладываем одно ограничение в виде икса, который должен быть положительным. Импортируем в библиотеке Convex и, соответственно, сам solver SCS для решения методом сопряженных конусов. Сгенерируем определенные рандомные данные для нашей задачи и создадим искомый вектор. Вектор x. Да, собственно, это переменная. Кроме этого, мы должны создать целевую функцию и ограничения. На самом деле, это делается с помощью метода minimize и, собственно, перечисления через запятую наших целевой функций и ограничений. Для того, чтобы воспользоваться пакетом Convex, мы и решение нашей задачи, мы воспользуемся методом solve. Естественно, мы используем заданную нашу модель, которая здесь называется problem, и используем наш оптимизатор SCS, наш solver. Ну и выведем решение с помощью методов status и optVal и, собственно, xValue. OptVal покажет нам значение целевой функции для оптимального решения, а x покажет нам значение минимума той функции, которую мы искали. Как видите, мы нашли оптимальное решение, и статус нам об этом, собственно, и говорит. В качестве еще одного примера мы попробуем решить задачу по оптимальной рассадке по залам. Представьте, что мы хотим провести DataFest с пятью разными секциями, и у каждой из них мы забронировали пять залов различной вместимости. При этом в каждом зале должно быть не меньше, чем 180 человек и не больше, чем 250 людей. При этом на третьей секции активность подразумевает, что должно быть точно 220 человек, не больше, не меньше. При этом организаторам удалось собрать тысячу заявок с указанием приоритета посещения трех секций, где один максимальный приоритет, а три минимальный. А 10 тысяч, ну и любое другое большое число, означает, что человек не пойдет на эту секцию. И наша задача – дать рекомендацию слушателю, на какую же секцию ему все-таки пойти, чтобы хватило места всем. Для начала генерируем матрицу приоритетов. И после этого создим матрицу рассадки, в которой строки будут соответствовать слушателю, а столбцы – секции. Естественно, эта матрица будет аналогична матрице приоритетов. Кроме этого, мы наложим определенные ограничения. Во-первых, мы укажем, что для каждого нашего зала сумма единичек должна быть меньше 250, и она должна быть больше 180. При этом для третьего зала мы укажем ограничение, что оно должно быть точно 220. После того, как мы наложили ограничение, нам нужно составить целевую функцию. Здесь, соответственно, нам нужно минимизировать произведение X-транспонированного и P-транспонированного, и P-нетранспонированного, конечно же, где X – это матрица рассадки, а P – матрица приоритетов. Собственно, и почему мы это минимизируем? Потому что там, где у нас стоит единичка, где мы хотим посадить человека, при умножении на 1 должно быть единица. И все, что больше, это означает, что мы посадили человека на неприоритетную для него секцию. И, задав эту целевую функцию, попробуем ее решить с помощью метода solve. После того, как мы получили решение, мы можем вывести сумму по нашим оптимальным значениям рассадки. и, собственно, мы увидим вектор того, сколько человек у нас будет размещено в каждой из секций. Как видим, каждая из них соответствует нашим условиям, что не меньше, чем 180 и не больше, чем 250. При этом в третьем зале у нас 220, как мы и задавали в нашей целевой функции. Ну и посмотрим наше оптимальное значение для матрицы, для целевой функции. И мы видим, что оно у нас получилось 1014, что означает, что 14 человек мы все-таки, а то и меньше, посадили не в соответствии с приоритетами. То есть мы использовали приоритет больше, чем единица.